Скажите, пожалуйста, Вы врач, Вы терапевт, Вы директор Института кинезиологии в Москве. Вы создали отличную программу психотерапевтическая кинезиология. Насколько я знаю, это единственный метод, который, ну, кинезиологический метод, который признан в России как официальный метод психотерапии. Расскажите, пожалуйста, что это такое психотерапевтическая кинезиология? Дород, Вы совершенно правы. Психотерапевтическая кинезиология является официально признанным методом психотерапии. Это произошло в 2006 году, уже 12 лет тому назад, когда профессиональная психотерапевтическая лига на комитете модальности признала, что то, чем мы занимаемся, это, в общем-то, очень серьезно, это замечательно, это помогает людям. И это можно рассматривать как серьезный метод помощи, как серьезный метод психотерапии. Наше направление психотерапевтическая кинезиология является частью, или, можно сказать, относится к телесно-ориентированной психотерапии. Поскольку мы работаем через тело, помогаем людям проработать их эмоции, эмоциональные травмы, различные ситуации. И, соответственно, мы поработаем с самыми разными запросами. Но это необычно в психологии, чтобы работать с телом. Ну, конечно, существует телесно-ориентированная психотерапия, но у нас получилось, что мы, психотерапевтическая кинезиология, находимся на стыке. С одной стороны, это близко к психотерапии, с другой стороны, это настоящий кинезиологический метод, поскольку у нас основным методом и инструментом диагностики является мышечное тестирование. Мы работаем, по сути, с био-психо-социально-духовной моделью. Мы работаем с телесным состоянием, это биологическая часть. Мы работаем с психо-психологическим состоянием, психоэмоциональные, различные травмы, эмоции, когнитивные составляющие, убеждения, установки, то, что свойственно человеку. Сюда же можно отнести и поведение, поведенческие реакции. Мы работаем с социальным уровнем. Вы знаете, мы, в отличие от очень многих направлений и психотерапии, и кинезиологии, используем такой подход, где выделяем, это психогенетическая теория личности, и мы выделяем личностные статусы. Это части личности, в которых отражаются различные сферы жизни. Их всего 9. 7 нормативных, 2 патологических. И это очень здорово помогает в коррекциях. Что значит 9? 7 нормативных, это я телесная, я ребенок, я мужчина-женщина, это то, что связано с сексуальностью, я партнер, то, что связано с семейной жизнью, поскольку это только семейный партнер, супруг или супруга. Я родитель, все, что относится к родительству, я профессионал и я член группы. Вот это та норма, те нормальные сферы жизни, с которыми мы имеем дело в нашей жизни, и в которых нам хочется расти и развиваться. И нам очень хочется, чтобы они были гармонично развиты у нас. Есть две патологических части личности. Это я аутоагрессивная, все, что связано с аутоагрессией, я аддиктивная, все, что связано с антикциями, с зависимостями. И вот этот социальный уровень мы рассматриваем несколько иначе, чем, скажем, в традиционных подходах. Потому что, если посмотреть на человека, вот как на собрание вот этих частей личности, то мы можем увидеть, что наша энергия или идет в сторону развития нормальных сфер жизни, или в силу каких-то травм, в силу каких-то событий, в силу каких-то ситуаций может разворачиваться и идти против нас, превращаясь в нашу разрушительную часть, в я аутоагрессивная или в я аддиктивная, становясь основой возникновения саморазрушающего поведения, отрицания себя, вплоть до суицидальных попыток, что бывают у пациентов, или превращаясь в зависимость от каких-то очень вредных, например, психоактивных веществ. И когда мы смотрим вот так на человека, то мы понимаем, что вообще-то мы можем увидеть, как у него распределяется энергия. Это буквально можно померить в мышечном тестировании. Это можно определить по психологическому тесту. У нас есть компьютерные программы, психологический тест, помогающий в цифрах выделить и посчитать, как это у человека выявлено. Значит, это очень индивидуальный подход. Да, это очень индивидуальный подход. И мы можем увидеть, куда пошла энергия. Она затормозилась, и человек не может, например, себя сексуально проявить. Тогда мы идем в эту сторону, помогаем вот этот ручеек включить, чтобы человек мог двигаться в этом направлении. Или в более сложных случаях мы можем увидеть, что энергия вообще развернулась, пошла в сторону разрушения. Тогда мы начинаем работать с аддиктивным началом или с аутоагрессивным. У нас есть отдельные семинары про аддикции, про аутоагрессию. А как, например, насчет психосоматики? Ой, психосоматика – это наша любимая тема, поскольку психосоматики… У меня, поскольку я врач, я занимаюсь каждый день. У меня очень много пациентов, которые обращаются с разной психосоматикой. Вот как? Да, вот здесь как раз больше всего сочетается вот наша модель, поскольку с одной стороны мы имеем пациента, у которого на физическом, биологическом уровне уже есть симптомы. Если есть психосоматика, значит, есть симптом. Чаще всего это какие-то болевые или какие-то другие ощущения. И всегда есть психологическая составляющая. Что такое психосоматика? Это состояние, которым есть предрасположенность, которые появляются после воздействия эмоционального стресса и обостряются каждый раз после эмоционального стресса. Поэтому работать только психологически здесь маловато. Уже есть телесная составляющая. Кинезиология помогает включить как раз тело в процесс, проработать и психоэмоциональную составляющую, и проработать вот те зажимы, те даже предрасположенности, которые есть на телесном уровне, чтобы человек перестал реагировать на стрессы, и чтобы телесная реакция начала редуцироваться и уходить, для того, чтобы состояние здоровья значительно улучшилось. Поэтому в вашем случае этот подход прекрасно будет помогать пациентам вашим. Это очень интересно, я надеюсь, что это будет полезно вообще всем нашим пациентам. А скажите, пожалуйста, кому предлагать вообще? Кто может заниматься психотерапевтической и киноземией? Вы про профессионалов спрашиваете. Ну, в первую очередь, конечно, это психотерапевты, психологи, потому что им легче всего войти в эту тему. Затем это медики, те врачи, которые интересуются чем-то большим, чем только их узкая специализация, поскольку большинство врачей понимает, что многие заболевания появляются от стресса, и хочется быть более эффективными, помочь пациентам справиться с этим стрессом. Как всегда, да. Затем это очень хорошо подходит вообще медикам, среднему специальному персоналу, массажистам. Они очень хорошо работают с телом. Им можно добавить вот эти техники наши для того, чтобы сразу прорабатывать поднимающийся из глубины стресс. Это подходит различного плана людям, занимающимся восстановительной медициной. Поскольку понятно, что когда пациент находится в острой стадии, ему, конечно же, нужны традиционные медицинские подходы. Ему надо помочь выйти из острой стадии. Но нам в медицине очень сложно помочь выздороветь полностью хроническим больным. Здесь начинается восстановление. И здесь в кинезиологии, особенно психотерапевтической, прекрасно вписывается в процесс, поскольку мы можем помочь включить внутренние механизмы, помочь запустить иммунитет. Условно говоря, это не медицинский термин, но тем не менее. Помочь стабилизировать и гармонизировать различные органы и системы человека, поскольку мы с удивлением очень часто на семинарах обнаруживаем, насколько эмоции могут напрямую буквально запечатлеваться в теле человека. Не только на эмоциональном уровне, не только в психике и воспоминаниях, но они буквально на телесный уровень опускаются. Особенно как они застревают. И там остаются, да, и становятся привычными эмоциями, привычными реакциями. То есть, например, ведь, скажем, часто бывает у пациентов так, что от определенных новостей начинает щемить сердце, начинает что-то происходить в желудке, опять начинает побаривать спина или схватывает голову. Это и есть переключение вот этого эмоционального компонента в телесную реакцию. Причем очень часто это проходит, минуя осознание. И нередко такие пациенты даже не связывают свой симптом с тем, что происходило вчера. А ведь иногда, это не в 100% случаев, но иногда это бывает напрямую связано. Услышал что-то на работе, несправедливо отнеслись, дома кто-то обидел, на кого-то рассердился, не смог проявить, и буквально в течение нескольких часов появились симптомы. И мы можем искать, да, какая эта эмоция. Да, мы можем определить даже название этой эмоции, потому что нередко таким людям очень трудно сформулировать, что происходит, что они чувствуют. Они чувствуют боль, тянет живот, щемит сердце, болит спина, раскалывается голова. И они приходят, естественно, к врачу за помощью. А когда мы начинаем смотреть в глубину, то оттуда поднимаются эмоциональные ситуации, поднимаются различные воспоминания, где это впервые произошло, где закрепилась эта реакция. И мы через свои техники можем это просто сделать. Мы можем что-то сделать. И это нередко бывает связано, скажем, с продвижением именно в определенных сферах жизни. Например, в любви, в личном счастье. Ах, такая тема, понятная многим женщинам, где все не так просто бывает. Или это могут быть какие-то конфликты с детьми. Ну, не всегда получается все выровнять и гармонична, особенно там в пубертате двигаться дальше. Поэтому и здесь мы выходим на развитие именно в социальной сфере, в личности. И это помогает нам шире увидеть эту тему. И сгармонизировать. Значит, очень многое нам, да, это очень важно. Будем тогда предлагать всем, чтобы могли заняться этим, узнавать, как работать в этой методике. Да, дорогие слушатели, приглашаем вас обучаться у Дороты в Варшаве. Приезжайте к нам в Москву, у нас очень интересно. И мы будем продвигать это направление, помогать вам. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. 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 Молодцы.